Добрый вечер. Это программа «Археология». Сегодня, вот из новостей дня, самолет Дмитрия Медведева не сел в Москве по погодным условиям. Как вы все видели, снег в Москве идет. А вот Субару Сергея Медведева доехала до студии «Финам.ФМ», невзирая на погодные условия. И Субару Елизаветы Осетинской тоже доехала до студии «Финам.ФМ». У нас сегодня рекламная... У нас сегодня эфир оплачен автомобилями Субару. Нисколько, Лиза. Ехал, ехал и радовался. И думал, как хорошо иметь полный привод и заодно шиповую резину, которую я ставлю редко. Но эта зима стала исключением, и я не пожалел. А я думал, сегодня поставили. А? Сегодня поставили шиповую резину. Я поставил неделю-неделю три назад, и я понял, когда уже, что зима всерьез, я подумал... Ты меня упрекнул в неэкологичности как-то раз, а я не использую шипы. Я берегу московский асфальт и уважаю труд асфальтоукладческих бригад. Ты уважаешь труд этих безымянных освоителей городских бюджетов, которые перекладывают плитку и асфальт. Очень даже имянных, очень даже поименованных. Да. Вскоре, кстати, назовем, у нас будет специальный проект. О чем? А вот этих самых... О перекладчиках асфальта и плитке. Да, да, тех, кто осваивает государственные средства. Государственные средства. Ну вот мы сразу уже вышли. Рейтинг королей госзаказа. Собственно, практически вышли мы в самую сердцевину политических дискуссий. Кто не понял, это археология Forbes в студии Сергей Медведев и мной с ведущей, главный редактор журнала Forbes, Елизавета Осетинская. И сегодня у нас в гостях директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Лиза. И мы давайте вот о чем поговорим. Раз уж мы начали с Дмитрием Медведевым, да, не обо мне же будем говорить, будем говорить о Дмитрием Медведевым, у нас сейчас намечается некая такая добрая советская традиция. Вот сейчас у нас пятилетка Медведева, потому что несколько дней назад были представлены основные направления деятельности правительства до 2018 года, то есть как раз на ту самую пятилетку, которая лежит перед нами. И, так сказать, глядя на вот эти вот основные направления, нельзя не вспомнить Бенкендорфа, вот этого замечательного цитата. «Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, то оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение». И тут мне наконец стало страшно. Нет, ну Лиз, ну если ты почитаешь эти направления, основные направления, там выход на траекторию устойчивого экономического роста 4-5% ВВП в год, модернизация технологической базы, инфраструктуры, социальных и госинститутов, экономика станет конкурентом... В общем, к 2030-му мы будем жить не то, что при коммунизме... Нет, к 30-му, к 18-му. Да, ну по-моему, там заложен 30-е, что к 30-му году, так сказать, там уже долгосрочно, мы должны обогнать Евросоюз по основным параметрам социально-экономического развития. Вот, и вот хочется понять, спросить у нашего гостя, у Сергея Алексашенко, насколько это все является чистой, голой пропагандой, или есть какие-то зерна реализма во всем этом? Особенно, если, скажем, сравнить вот эти вот представленные основные направления с теми достаточно пессимистичными сценариями развития России, которые в присутствии того же Медведева были представлены в Давосе. Ну, давайте разделим. Давосский сценарий — это работа, аналитическая работа экспертов, которые рассматривали специальные угрозы, да, и что может происходить, если ничего не делать. И основные направления деятельности правительства — это документ, который правительство должно было выпустить, шагу не сделав в сторону от указов президента 7 мая, где на самом деле все эти цели, вот если там проанализировать, все, что написано в этом документе, в основных направлениях, вот все сказано в указах президента 7 мая. Там и повышение производительности труда, и рост 5%, и решение в основном жилищной проблемы, и создание сети ведущих университетов, которые в мире, и вообще там мы будем по качеству жизни догоним и перегоним всех. И все к 2018 году. Вопрос, почему не делали это предыдущие 12 лет, он как-то сам исчезает сам по себе, но мне кажется, что вот у этого документа у него есть одно единственное достоинство. Он короткий. Он короткий, его, ну, то есть в изначальной версии, он, по-моему, там 38 или 39 страниц, там шрифтом 14 через полтора интервала. Ну, то есть, в принципе, каждый желающий может его прочитать и понять, что... И понять, что... К реальности, ну, к тому, что происходит вокруг нас, он не имеет никакого отношения, да, что вот, ну, даже если захотеть, вот, и даже если к этому документу отнестись всерьез, да, и я понимаю, что это сделать невозможно. Потому что там вопрос, там, к 2018 году будут обеспечены расшивки узких мест и развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. То есть, вообще, мы в транспорте разошьем все узкие места. Москва подкроется сетью дорог и пробок в Москве не будет, да. Все транспортное движение, оно вокруг Москвы, то есть, вся вот эта логистика, которая построена, там, Петербург, Балтика, Европа, все через Москву мы как-то пустим в обход. Или у нас к 2018 году возникнет... За пять уже лет. За пять лет. Или, ну, ладно, хорошо, там, дороги мы можем построить, да, ну, то есть, вот, титаническими усилиями приглашаем, там, не знаю, 10 миллионов китайцев, они нам строят дороги. Но когда я считаю, что у нас к 2018 году возникнет конкурентноспособная фармацевтическая промышленность, что у нас появится неизвестно откуда, да, вот такие современные лекарства, которые будут конкурентноспособными, и доля отечественных лекарств достигнет, там, с 25 до 50 процентов. Ну, то есть, мы всех, вот, лидеров мировой фарминдустрии, которые вкладывают десятки миллиардов долларов на протяжении последних, там, десятков лет, вот, при том, что у государства... Не дай бог, знаешь, помнишь, была такая газета, не дай бог, вот, я скажу, не дай бог, половина лекарств будет российских. Не, а дальше самое смешное, ведь у государства нет ни одного актива в фарминдустрии, там, или какие-то настолько мелкие, которые, кроме, как, не знаю, там, советских лекарств... Когда есть фармстандарт, государству активы не нужны. Лиз, все понятно, да, фармстандарт не собирается стать лидером. А так же арбедол. Да, он же не собирается стать лидером мировой. Еще одна реклама, да, да, отработали, да, проплаченную. Да, это уже президент отработал. Да, 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 поэтому вот я, честно говоря, ну, как-то к этому документу всерьез предлагаю не относиться. То есть, с точки зрения вот таких, ну, вот, если бы эти все цели стояли, там, не знаю, лет на 30, нормально, да, там, и то, мне кажется, что, ну, это несерьезно, потому что из этого документа вообще непонятно, а что правительство хочет сделать для того, чтобы этого достичь. Да, ну, то есть, либо по своему формату документ под названием «Основные направления» не предусматривает рассказать, а что вы собираетесь сделать, за счет чего у нас тут такое процветание наступит, да. Причем, вот, ну, как-то вот, честно говоря, не очень серьезный документ. Понятно. То есть, в обеспечении основных направлений должны быть подготовлены еще какие-то меры, да, вы? Лиз, ну, я должен хотя бы понимать, почему это случится, да, вот, то есть, грубо говоря, а почему, вот, почему это не случилось до сих пор, да, вот, вот, что мешало, вот, что мешало, не знаю, у нас же фантастическое было десятилетие, там, не знаю, там, с 99 по 2008 год, да, когда страна сначала, экономика получила вот это вот подкрепление дешевым рублем, потом у нас получилась дорожающая нефть. Ну, был бесплатный рост, вы слишком многого хотите, когда правительство пользуется бесплатным ростом? Лиз, Лиз, рост, он был, вы знаете, вот, он был какой-то такой вот такой, что у нас качество нового ничего не изменилось, ну, потому что у нас фармацевтическая промышленность же не возникла в эти 10 лет, когда деньги лились рекордами. Ну, представьте себе, что у вас есть сотрудник, вы ему повышаете каждый год зарплату на 10%, он работает, как работает, а зарплата повышается. Да. Ну, он получает следующий сигнал. Да, а по всему довольный, всем довольный. А после этого я издаю приказ. О чем вы? А после этого я издаю приказ. Пупкин, через... Нет, потом происходит кризис. Нет, Пупкин, ну, хорошо, кризис прошел, но Пупкин, через месяц ты должен мне написать, ну, если не целиком, война и мир, ну, по крайней мере, первый том. Опа. А Пупкин, он, собственно, бумагу заправляет в принтер. Ну, вот, ну, а как? А он говорит, ну, слушай, ты, ты же бумага, принтер там вроде как уже совсем близко к печатному тексту. Вот, будешь львом толстым у нас. Вот, 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 вот о чем это все дело. Хорошо, ну, вот давайте, давайте тогда посмотрим, какие есть ресурсы продолжения вот этой вот путинской стабильности, так называемой, и ресурсы того, что происходило в это, так сказать, славное десятилетие, с 99 по 2008, что произошло в последние годы. И, учитывая те очень непростые социальные дилеммы, которые сейчас надо решать власти, да, какие у нее есть экономические заделы для того, чтобы обеспечить вот эту хотя бы минимальную стабильность? Давайте так, что восстановить то, что было, там, не знаю, с 99 по 2008, Путин не может. В смысле, повторить подвиг? Ну, повторить этот подвиг, ну, этот подвиг возник на десятикратном росте цен, на пятикратном росте цен на нефть, да, если там же с 20 долларов считать, а если с 99, там с 10 долларов, с 10 до 100 долларов за баррель нефти. Вот такого десятилетия, ну, пока не прогнозирует никто, да, и там в самых-самых амбициозных планах, там, ну, вот, там, даже прогноз Минэкономики, там, до 2030 года, у них в самом амбициозном плане, там, 200 долларов к 2030 году, то есть в два раза медленнее будет цена на нефть расти, вот, поэтому такого нет, и, собственно говоря, надо отдать должное, там, и Медведев, и Путин это понимают, ну, по крайней мере, публично они об этом говорят, да, что там, они так говорят, что до кризисной модели роста возврата нет. То есть, когда деньги льются рекой, и там задача президента и премьера состоит только в том, чтобы, вот, делить поток, бесконечный поток, а еще часть потока откладывать в резервный фонд, там, или фонд национального благосостояния. Вот, поэтому вот такой совсем уж, вот, высоких темпов роста, там, 6-7-8 процентов, и когда, там, доходы населения на 10 процентов в год, этого не будет. Вот, эта модель себя исчерпала к кризису, и по этой модели очень сильно ударила, так сказать, бесконечная жадность наших коррупционеров и силовиков-ракетиров, потому что их аппетиты, они, видимо, тоже поиздержались в кризис, их аппетиты после кризиса выросли, и как-то совершенно неожиданно выяснилось, что сегодня бизнесом в России заниматься невыгодно. Вот, не знаю. Бизнесом в смысле предпринимательства, не в смысле разводки средств. Бизнесом в смысле предпринимательства, когда вы создаете некую добавленную стоимость. Ну, то, что самая привлекательная, самая выгодная форма бизнеса в России, это... Разводка средств. Разводка и распила, это понятно, да, но этим не может вся страна заниматься. На этом добавленная стоимость не создается, она перераспределяется. Здесь хороший новый термин – раздатка. Раздаточная модель. Те, кто контролирует потоки раздатки, это новая волна. Раздаточная коробка была на ГАЗ-66, продолжая автомобильную тему. А это раздатка. Но возвращаясь к этому делу, я бы сказал так, но и не надо недооценивать устойчивость модели. А за счет чего, Сергей? За счет чего вот это устойчивость? И вторая вещь, а в чем основа нового социального договора? То есть люди же привыкли, вы можете... Лиз, его нет. Недостаточно просто сказать, знаете, роста больше не будет. Людям нужно что-то дать. Правильно. Людям нужно что-то пообещать. Поэтому им пока обещается. Вот пока людям на стол положено обещание, что вы будете жить лучше. И обратите внимание, вся риторика и Путина, и Медведева на экономические темы, адресованная в такие широкие массы, она сводится к тому, что пусть не так хорошо, как до кризиса, но мы вам жизнь будем улучшать. Пенсионерам повысим зарплату, силовикам повысим денежное довольствие, учителям повысим зарплату до двухкратной по региону, а потом еще будут врачи, а потом еще и еще. Будем повышать зарплату. Если денег на зарплату будет не хватать, будем сокращать инвестиции. Но деньги на зарплату будем находить. Но это же, по-моему, не сбывается. Ведь, по-моему, силовикам-то отменили повышение зарплат. Да, денег не хватает. То есть им не все отменили, им кусочек обрезали. Но бюджет не резиновый. Бюджет не резиновый. И приняв решение о том, что дефицит бюджета не имеет права на существование в России, Путин поставил правительство в очень жесткую ситуацию. Или сокращать инвестиции, еще больше тормозить экономический рост, или обрезать повышение зарплаты, доходов силовиков. Но, тем не менее, попытка построения нового социального контракта на том, что мы вам, по крайней мере, обещаем. Вот вы сейчас сидите спокойно, потому что мы обещаем. Да, мы всем не можем одновременно, но мы будем всем по очереди делать лучше. Вот там, военно-промышленному комплексу отписали 20-триллионную программу. Сидите, молчите. Это же тоже новый социальный контракт. Да, там понятно, что цена этого социального контракта, там расходов на оборону, это абсолютное игнорирование развития человеческого капитала, там умирающее образование, никого не лечащее здравоохранение, но это никого не волнует. Но это никого не волнует. Потому что социальный контракт подписывается с каждой группой в отдельности. Именно. И я так понимаю, идея еще в том, чтобы находить достаточно массовые группы и разговаривать на уровне их интересов. Да, да, с каждой группой в отдельности. То есть, так сказать, общее образование, это очень такая нетаргетированная вещь. Это ценит очень маленькая, понимает, достаточно маленькая аудитория, так остро понимает. Да, да, да. А в основном люди хотят здесь и сейчас. Учителя это массовая аудитория. Они так проголосуют? Нет, нет, нет. Они уже не готовы голосовать. Потому что мало того, что... Они проголосуют, потому что там есть административный ресурс. Нет, они же, учителя же еще должны идти в участковые избирательные комиссии и должны там принимать соответствующую ответственность на себя. Им нужно платить. Я к тому, что учителя это массовая аудитория и достаточно однородная, а люди, которые заинтересованы в хорошем образовании, это вообще непонятно... Ее невозможно таргетировать. Да, да. Его вычленить невозможно. Да, и чем пообещать? Ну, как им пообещать в хорошем образовании? Ну, да, а то, с другой стороны, Уралвагонзавод, все ясно, вот ваши деньги, вот танки через дорогу прыгают, как мы недавно красиво видели. Что касается здравоохранения, то его как... То есть они как это не воспринимали? Ну, все знали, какая медицина, и как бы понимали, с чем будут иметь дело. Ну, так же и здесь. Мы продолжим наш разговор с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергея Малексашенко буквально через минуту, а пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология», «Археология Форбс». Как всегда, по понедельникам я, Сергей Медведев, и сегодня мой соведущий и главный редактор «Форбс» Елизавета Осетинская. Говорим мы с Сергеем Малексашенко, директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики. Пятилетка Медведева. Можно ли всерьез воспринимать те планы развития, которые были намечены в общих направлениях, основных направлениях деятельности правительства до 2018 года? И что действительно Россию экономически ждет в ближайшие пятилетки? Какие у нас есть ресурсы роста, и наоборот, какие ограничители? Какие вызовы экономическому росту, экономическому развитию? Ну вот давайте поговорим о вызовах. Какие, собственно, вы здесь видите основными? Что может подорвать вот эту вот шаткую стабильность? Внешние, внутренние? Это институциональная, так сказать, неразвитость, отсутствие институциональных реформ, коррупция? Или больше внешние вызовы? Ну, вы знаете, я в последнее время произношу такую парадоксальную фразу, которая многих удивляет, что при всем том, что хорошо известна зависимость российской экономики от нефти, она в последнее время несколько преувеличивается. Неожиданно. Неожиданно, неожиданно. Ровно потому, что... Да, при том, что я очень хорошо понимаю, что там нефть, газ, нефтепродукты, это там две трети российского экспорта. При том, что доходы от экспорта нефти и газа, нефтепродуктов, это 50% доходов федерального бюджета. Я все это знаю. Главное, что мы знаем, что вы это знаете. Но на самом деле, и все говорят, а вот там нефть упадет, и что будет? И забывают при этом, что у нас примерно два года назад, там, может, чуть меньше, центральный банк перешел к плавающему курсу рубля. Да, и на самом деле снижение цены на нефть на 10%, очень спокойно компенсируется девальвацией рубля на 10%, которую никто даже и не замечает. И если вы посмотрите назад, на год хотя бы, на график колебания курса рубль-доллар или рубль-корзина, вы увидите, что он там 10% входил в пределах 3 рублей совершенно спокойно. И 33 рубля за доллар было у нас, и 34, и сейчас там уже ниже 30, 29 с копейками. И это уже стало как нормой жизни. И поэтому вот, скажем, вот такая внешняя угроза. Я не верю в падение нефти, что она упадет на 60 и будет там держаться. Вот в такое я не верю, потому что страны Персидского залива, которые являются основными регуляторами нефтяного рынка, у них бюджеты сверстаны на 90 долларов за баррель. Они не могут себе позволить, у них фиксированный курс валюты, они не могут себе позволить, такой нефти 60 они не выдержат. А мы можем. В принципе, Россия, ну, хорошо, будет нефть 60, а доллар будет 50. И дальше бюджет выяснится, что ему там очень даже неплохо живется. А вы хотите сказать, что если это по кому и ударит, в электоральном смысле, только по тем, кто сильно связан там с импортом, то есть это, опять же, узкая группа людей, у которых потребление импортных товаров, оно зашкаливает там существенно выше среднего. Ну да, опять-таки импортозамещение пойдет. Нет, импортозамещение уже... Или уже ресурсы нет. Мне кажется, что уже все, что можно было заместить импортом с точки зрения потребительских товаров, мы уже производим здесь уже. Дальше нужно автомобили. Там йогурты, автомобили, сборка мебели, там все. А водка своя. А водка всегда была своя, да. Нет, ну на самом деле в начале девятия мы спирт импортировали. А хлеб и сало русское едите, да, как-то вы помните, да. Скоро-скоро будет ремейк. Я думаю, что все-таки главная угроза для экономики, для российской вообще, для будущего российского государства, это слабые государственные институты. Как это ни парадоксально звучит, там после двенадцатого десятилетия вертикали власти, когда нам доказывали, что государство сильное, мощное, и власть держится там достаточно устойчиво, выясняется, что суды у нас несправедливые, выясняется, что... А на самом деле суд это же ключевой институт для экономики. Вот как-то очень часто не понимают, что суд это защитник права собственности. Да, вот любой бизнес, мы говорим, бизнес-предпринимательство нужно строиться на доверительных отношениях. Я вам продаю, вы у меня покупаете. Мы подписываем контракт. Одна страна не исполняет контракт, мы идем в суд, который должен судить. Это и есть права собственности. Такие абсолютно примитивные. А дальше, когда там начинается инвестиционный проект, когда я вкладываю деньги, через 3, 4, 5, 6 лет у меня построится завод, я же должен быть уверен, что этот завод будет мой, что у меня его никто не отберет. И вот это понимание того, что в России суд нечестный, и что он не защищает права собственности, что он по-разному относится к разным группам населения, к разным группам организаций, что бизнес с бизнесом он судит более или менее честно, как только бизнес судится с государством, государство выигрывает с потрясающим результатом. разовые какие-то такие гражданские процессы, что Ходорковский, что Пусси Раид, что расследование дела Магницкого. Казалось бы, к экономике вообще никакого отношения не имеют дела. Но они создают атмосферу понимания того, что суд, правоохранительный орган, они делают все, что угодно, кроме того, чтобы выполнять свою функцию. Вы знаете, да, вы по делу Магницкого как раз, из-за лица, тебе тоже, наверное, рассказывали, ты в этот раз не ездила в Давос, вот я там с Гуриевым встречался, еще с какими-то другими людьми, которые были в Давосе, в один голос мне все говорят, что вот дело Магницкого стало таким вообще водоразделом, что как бы после этого Россия уже абсолютно выведена за рамки, выведена за скобки, в смысле инвестиционного интереса, в смысле интереса к России. То есть она была как бы... Ты знаешь, это первый Давос за шесть лет, на который я не ездила. Я на каждом предыдущем Давосе, ну, с того момента, как это случилось, я видела браудера, который, ну, достаточно действительно надо дать ему должное в том, что он последовательно пытается, ну, то есть достаточно убежденно там наказать тех людей, которые он считает в этом виновными, и он там проводит такую деятельность. Мне кажется, что это все происходит достаточно, ну, как сказать, то есть интерес к России упал раньше. И без Магницкого. Без Магницкого. Россия в Давосе последние годы, и в этом году было то же самое, она была представлена одной сессией, и эта сессия, как правило, была между собойчиком. То есть приходили значительно, очень, ну, небольшое количество иностранных инвесторов, которые уже представлены в России, или институциональных там каких-то фондов, которые работают. То есть другое дело, что это вышло не на таких местах, как Давос, а это вышло, в принципе, уже на бытовой уровень. То есть каждый второй там знает уже об этом деле Магницкого, о том, что есть список Магницкого, и с пиаровской точки зрения, это просто пришло как бы к обычным гражданам. Через телевизор, что называется. С пиаровской точки зрения, акт Магницкого и список Магницкого был абсолютным успехом для тех, кто его организовал. Для тех, кто его организовал, да. Конечно, мне кажется, что это настолько стала general такая вещь. Да, в смысле отношения к России. Да, а что касается влияния на инвестиции и там на какие-то такие вещи, мне кажется, что там Pepsi Cola на фоне этих заявлений Браудера объявляла, так сказать, о покупке в Мбельдан. Это просто, ну, такова данность. Бизнес, ну, часто риски, так сказать, оценивает, ну, немножко не так, как это делают, скажем, граждане. Сергей, да, а вы как считаете, вот насколько, учитывая последние тренды, в том числе и качество госуправления, и коррупции, и судов, насколько растет или падает инвестиционная привлекательность России? Ну, инвестиционная привлекательность России падает. Причем здесь в Лизе права очень тяжело отрицать, что там есть бизнес, который в России присутствует, иностранный, да, и который там продолжает расширяться и кого-то поглощать, кого-то покупать. Проблема состоит в том, что инвестиционная привлекательность это показатель не абсолютно относительный. Ведь у современного бизнесмена, вот такого абстрактного бизнесмена, работающего на земном шарике, у него есть выбор, у него всегда есть выбор создавать предприятие в России, в Китае, в Венгрии, в Аргентине, в Бразилии, в Мексике, не знаю, в Ботсване. У него нет выбора такого жестко заданного там, Тамбов или Липецк. Ничего подобного. У него выбор, там, Россия или какая-то другая страна мира. Мир может не знать о наличии Тамбова или Липецка в нашей стране. Это следующий вопрос, это следующий вопрос, когда он начинает рассматривать Тамбов или Липецк. Вот, а дальше, а дальше бизнесмен начинает смотреть, так, а, собственно говоря, а что такого вот в России появилось за последние 10 лет? Да, вот такой абстрактный бизнесмен, который там действительно хочет что-то. И выясняется, что мы там миру за эти десятилетия ничего нового не предъявили. У нас не появилось никаких неновых товаров. У нас не появилось никаких новых компаний. Там Вимбельдан существует там 15 лет или больше даже, да, и там все про него там хорошо знают. И выясняется, что вот, а бизнесмен, а почему, да, то есть если российские бизнесмены не создают здесь свои компании, если у них нет возможности создать крупное предприятие, которое возникает, да, и кого-то привлекает, то тогда чего им приходить? У меня тут был такой вопрос, он, собственно, раньше даже возник. Я в целом согласна с тем, что предпринимательский климат, он, ну, вообще, Россия такая недружественная страна для предпринимательства, и, в общем, с годами становится хуже. То есть человеку с инициативой предпринимательской сложнее начать, развить, получить деньги, нужно думать про крышу, там есть масса, все про них знают. У меня вопрос такой парадоксальный, а может быть в нашей стране можно обойтись и без предпринимательства, может быть отсутствие такого вот сильного предпринимательского класса это не угроза, но будет такая модель вот раздатки. Собрали деньги с крупного, вот на самом деле в каком-то смысле это ведь имитация Советского Союза, просто директора стали, ну, они могут получать потоки в свое распоряжение денежное, да, и, так сказать, хотят этими деньгами распоряжаться, это такая река, или собственники, которые так или иначе могут этими деньгами распоряжаться, вот такая вот система крупных этих предприятий, ну, не нужна здесь частная инициатива. Ну, Лиза, смотрите. Может быть, это работает? Нет, я-то Советский Союз помню чуть лучше, да, и там даже как-то это представляю примерно, как вся эта система работала, да, и в Советском Союзе там Госплан следил за сбалансированностью развития экономики. Да, ведь на самом деле там вот эти слова «железный занавес», они существовали не только идеологически, они же были экономически. Вся вот система Совета экономической взаимопомощи, она была построена по принципу экономической авторкии. То есть там за очень редким каким-то там «мы им газ, а не нам трубы», да, то, в общем-то, как-то внутри вот этого СЭВа все старались произвести сами. Да, и те доходы, которые получались от экспорта там газа, если они не шли на покупку труб, то они шли там на создание фармацевтических производств, и они, не знаю, там шли на создание легкой промышленности, да. Вот. А сейчас то, что мы не можем произвести сами, мы можем купить за нефтедоллар. Лиз, а не получается тогда выполнять социальный контракт? Почему? За счет цены на нефть подоположительный баланс? Не хватает, не хватает. Мы там добываем 10 миллионов баррелей нефти в сутки, столько же примерно, сколько бы Саудовская Аравия, население которой там в десяток раз меньше, чем нас. Да, и понятно, что вот с точки зрения сравнителей... Просто не все будут жить хорошо. Я сейчас цинично так. Не все будут жить хорошо. Да, да, да. Но жизнь несправедливая. Но наши же политики, если в основных направлениях этого меньше написано, читаешь прогноз 2030 года, там вообще первая цель увеличить население России. И там один из указов... Вы смеетесь? Один из первых указов Путина 7 мая повысить рождаемость соответственно Минкрут. Да, в 1,7 раз повысить рождаемость. И в послании 12 декабря он говорил, что нормальная российская семья должна иметь трех детей. При этом, так сказать, знакомые немцы сказали, что у немцев это высказывание очень табуировано, потому что ровно то же самое в 1938 году говорил Гитлер. Что нормальная российская семья должна иметь трех детей. Да. Вот поэтому... Да, конечно. То есть если ограничить российскую экономику только добычей экспортным сырья, то нам 140 миллионов человек не нужно. Да, и в принципе там половину населения запросто можно куда-нибудь вытеснить из страны. Да, и там миллионов на 50 остановиться. Не, ну вы так преувеличиваете. Есть еще никель, медь, редкие металлы. Лиз, Лиз, по сравнению с нефтью, газом, нефтепродуктом все копейки. Да, и работает там точно не 10 миллионов человек. В Норильском никеле на пике работало, не знаю, там 150 тысяч человек. А сейчас там, не знаю, 70 работает. В Норильске там из 400 тысяч осталось 200. Я вы знаете, к чему клоню? Я просто не верю в построение институтов в отдельно взятой стране. Лиз, ну это большой философ. Нет, это на самом деле это абсолютно неправильная постановка вопроса, потому что... Нет, я при нынешних условиях. Нет, стоп, 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 стоп. Мы говорим при нынешних условиях, но мы почему-то все время считаем, что Россия это какое-то уникальное государство. Нет, нет, я имею в виду, что люди не хотят строить... Что же я могу сделать? Нет, люди хотят. Не хотят. Что значит хотят, не хотят? Вы знаете, давайте я сейчас предлагаю, что сделать. Мы говорили 140 миллионов человек, хотя бы какое-то определенное количество тысяч этих людей, десятков тысяч слушает нас сейчас по радио. Наш телефон студийный 65 10 99 6. Звоните нам и скажите, верите ли вы в обещанный Медведевым экономический рост до 2018 года? Возможно ли вообще в России экономический рост? 65 10 99 6. И также, если вы хотите задать свой вопрос нашему гостю Сергею Алексашенко. Все-таки пока вопрос, пока слушатели не позвонили, я объясню, я имею в виду, что, ну, очевидно, есть незначительная часть населения, которая хочет построить институты гражданского общества, институты, так сказать, нормального государства, хочет нормальных судов и так далее. Да не просто гражданского общества, защиты прав собственности, судов. Защиты прав собственности и так далее. Я же согласна, я бы тоже хотела. Но вы видите, нет, этого нет на повестке дня сейчас. Лиз, от того, что этого нет на повестке дня, это не означает, что людям этого не хочется. Просто в ответ на то, что этого нет на повестке дня, бизнес прекращает инвестиции. Экономический рост в России не 8% как до кризиса, не 4-5% как там в 2010-2011 году, а 2% как в последнем квартале прошлого года. Это реакция бизнеса на изменение условий. Бизнес голосует там деньгами и ногами. Он просто не инвестирует. Да, при этом состояние, ну, так сказать, общая стоимость его увеличивается. Ну, мы вернем, мы вернем сейчас еще. По нашим оценкам. Да, давайте мы это сейчас в дискуссию, мы к ней еще вернемся. Здесь такой у нас спор между Лизой Осетинской и Сергеем Алексашенко. Послушаем наших слушателей. 65, 10, 99 и 6. Верите ли вы в экономический рост до 2018 года, обещанный в программе «Медведева»? Дмитрий. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Тот рост, который я обещал в программе «Медведева», не верю, вот. Но не исключает того, что, возможно, там, пол, процент, один, два, три, ну, как бы будет экономика показывать, да. Ну, как бы мир все равно, все время движется лучше, немножко лучше становится жить постоянно. То есть, ну, это в порядке общей тренды. Это привычка. Это да, вот как раз. Это уже привычка. Вы знаете, Советский Союз тоже так думал. Да. Можно я вернусь вот к вопросу предпринимательства? Да, я считаю, что вот тут разразилась дискуссия как раз, а может, не нужен предпринимательский класс? Да. Я просто считаю, что предприниматель – это единственный главный и главенствующий драйвер вообще экономического роста. И, например, да, если вот там Хаек взять, Фридрих фон Хаек, он даже теорию циклов увязывал, грубо говоря, и вообще экономическую теорию всю, именно к движению предпринимателей, о том, что рыночная равновесие достигается не какими-то магическими способами, там, или государственная политика, она достигается за счет предпринимательских интересов, которые в итоге сливаются в функционирование законоспособа и предложения. Потому что предприниматель каждый, это, по сути, да, индивид, ячейка минимальная, он лучше всего знает то, что ему нужно, и он пытается этого достичь. И, соответственно, таким образом, самое большое количество генерируется идей, которые выходят на рынок, и которые там отбираются в соответствии своего качества. И никакой государство, никакой центральный механизм не способны заменить это. И поэтому путь к реальному экономическому росту лежит исключительно через предпринимательский класс, однако же который не может функционировать в диких условиях, и поэтому главной задачей государства является строительство институтов и затем просто самоустранение из этой системы. Понятно, спасибо. Дмитрий, правильно, отличник на экономическом факультете МГУ. Да, Граджи, вот Лиза, отличает. Или высший школьник. Наши слушатели тебя отличают. Да я же тоже изучала все то же самое. Вы поймите, но почему не может? Это не могут понять в другом месте. Дмитрий, не может, не могут или не хотят. Это же разное. Или не хотят, но они-то не хотят этого понять. Дмитрию нужно. Дайте еще послушаем. 65, 10, 99, 6. Вадим, слушаем вас. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Дмитрий Медведев, у него была возможность в свою бытность с президентом не только поддержать место для следующего президента, но и провести какие-то реформы, создать институты, как Дмитрий сказал. Вместе с этим у нас как бы на посмешище из милиции сделали полицию. Даже, наверное, хочется, чтобы уже милиция осталась. С полиции еще стало все тяжелее. Часы вот еще перевели. Алло, алло. Да, да, часы, говорю, еще перевели на час. Извините, просто дороги. Зимнее время отменили. Да, слушаем. Перевели время, и все реформы были президентом такой огромной, большой страны. Очень много времени провожу в регионах, езжу в командировки, и, конечно, когда уже отъезжаешь 200 километров от Москвы, очень становится уныло, и понимаю, что при таком развитии событий у нашего государства очень плачевные перспективы. А вот скажите, вот вы и в регионах ездите. Вот у нас тут сейчас спор в студии завязался. А нужны действительно институциональные реформы и предприниматели, вот скажем, тем людям, с которыми вы общаетесь в регионах? Или все готовы вот это делить понемножку, те капли этого нефтяного пирога, которые просачиваются до регионов? Вот как ваши ощущения? Мои ощущения, они основаны на реальности. Вот, допустим, у нас очень много, возьмем Сочи, да, в Сочи очень времени провожу по работе. Олимпийские объекты? Нет, олимпийские объекты, еще когда они только пошли, я сразу бы сказал, что Олимпиада, и я с Олимпиадой не буду связываться, и правильно делаю то, что сейчас происходит. Поздравляю вас, Владимир. Да, да. Вот Анатолий Пахомов, да, который у нас собирается принимать в так называемом городе Сочи Олимпиаду, зайдите вот в мэрию просто, представьтесь инвестором, да, и вы хотите вложить достаточно крупную сумму в инвестирование, там, построить какой-нибудь торговый центр. Вам это в жизни не даст делать администрации, ей неинтересно, потому что вы частный инвестор, вы будете считать деньги. И эта администрация, она никогда не получит какой-то откат. Ну да. Да, и никто не будет ни с вами разговаривать, никому эти инвестиции в жизни не нужны. У нас только интересно, и вы это сами прекрасно видите, понимаете, работать с бюджетом. Ну понятно, да. Да, бюджет, пилить бюджет еще, это вот единственный бизнес в России. Ясно, Вадим, спасибо, спасибо за столь информированное мнение. Так сказать, что власть понимает эту ситуацию так, потому что так выгодно. Ну только может так просуществует... Власти пока так выгодно, но я хочу обратить внимание, что там недели три назад у Путина, ну даже на экранах телевизора было видно, что такая, ну если не истерика, но сильно возбужденное состояние по поводу низких темпов роста. Его это достает. У него абсолютно своеобразный взгляд на экономическую модель, которая должна быть в России. Он считает, что госкапитализм это единственная правильная форма существования. В этом и противоречие. Да. Но нельзя либо одно, либо другое. Либо рост, либо госкапитализм. Лиз, он в каждый конкретный момент решает отдельно взятую задачу. Вот сегодня госкапитализм, а через полчаса низкие темпы роста. И он начинает требовать, типа, повышайте. Сергей Алексашенко сегодня в гостях у нас с Лизой Осетинской, главным редактором Форбс. Вернемся к нашему разговору через несколько минут. И снова добрый вечер. Археология Форбса. Сегодня в студии ведут программу Елизавета Осетинская, главный редактор Форбса, и Сергей Медведев, ваш верный археолог. А в гостях у нас Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Выше школы экономики. Телефон студийный для связи 65, 10, 99, 6. Верите ли вы в экономический рост до 2018 года, который был так щедро обещан премьером Дмитрием Медведевым? Олег на линии, слушаем вас. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Евгений, я из подмосковной Балашихи. Честно говоря, с бизнесом. Я далек от бизнеса, единственное, что работаю в иностранной компании, грубо говоря, близко к кадрам, компания торгово-производственная. Но у меня вопрос следующий. Вот мы все говорим о каких-то бизнесменах, инвестициях, а ведь у нас весь бизнес – это девелоперы, которые хотят вложить свои лишние деньги в строительство тех же самых торговых центров, куда будут приходить те же самые обычные продавцы-ретейлеры, куда будут приходить те же самые бюджетники, которые получают вот ту самую тонкую корочку нефтяной пленочки, которую продает Россия. В общем-то, вся наша экономика только на этом и держится. У нас нет никакого производства, у нас ничего. Откуда у нас будут появляться основные деньги, вот эти первые деньги, за счет которых может жить страна, кроме полезных ископаемых и прочего. Спасибо, спасибо, Евгений. Евгений, смотрите, вот здесь как раз тот диалог, который у нас с Лизой развернулся. Путин считает, что деньги могут происходить только от госкорпораций, госкомпаний, что они вот такие корейские чеболи, национальные лидеры, которые будут, непонятно почему, может быть, по приказу, может быть, потому что там умные владельцы, может быть, потому что из каких-то альтруистических побуждений, они будут думать о светлом завтра, а не будущем, они будут свои деньги вкладывать, не знаю, в создание новых производств или еще чего-то такое. Моя позиция... Лиз, я... Ну, подожди, я просто хочу какой-то вот раздел провести, да? Я считаю, что вот количество крупных компаний, крупных бизнесменов, оно ограничено в любой стране мира. И их не может... они не могут возникать каждый день, там, не знаю, по 20 компаний. Рост во всем мире обеспечивается малым и средним бизнесом. И не вы, там, не я, не Лиза, не Сергей, не Путин, не Медведев, никто не может сказать, что будет выгодно производить, там, не знаю, в Тамбове или в Липецке, если у нас будут нормальные суды, если у нас правоохранительные органы будут охранять право, да, не заниматься рэкетом и так далее. Вот, не знаю, там, есть классический пример. Например, там, 30 лет назад страна Чили не знала, что такое киви, да, и, в смысле, фрукт киви. Потому что он был из Новой Зеландии. Потому что он был из Новой Зеландии изначально. Да, а Чили, там, кроме меди, ничего не знали. Сегодня Чили — это крупнейший производитель киви в мире. И фруктов вообще. И фруктов вообще, да. То есть вот кто бы мог... Ведь не было там никакой государственной программы. И Пиночет, несмотря на все его, там, желание командовать всем и всем, он в экономику не вмешивался. Да, он выстраивал экономические институты. Он заставлял работать суды. И выяснилось, что в Чили выгодно производить фрукты. Чили стал крупнейшим экспортером фруктов в мире. В Киеве крупнейший производитель. Вот, и мы пытаемся понять, вот, в России, что у людей мозги по-другому устроены. Ведь бизнес во всем мире, там, предпринимательство во всем мире, оно устроено очень просто. Люди пытаются заработать деньги. И это не секрет, да. И не нужно там, как ты говоришь, что у людей, у бизнесменов, у них какие-то другие интересы. Нет, они пытаются заработать деньги. И они ищут, на чем можно заработать деньги. Но у нас в данном случае, у нас средством зарабатывания денег является бюджет, и последние 500 лет люди присасывались к бюджету. Вот вы здесь, Сергей, Сергей, на самом деле спрямляетесь. Сергей, Сергей, ну не, тоже неправда, тоже неправда, да, потому что известен, там, не знаю, там, взлет российской промышленности и сельского хозяйства, конец 19-го, начало 20-го века. Кстати, у нас вышла замечательная статья о том, как подготовка к, и даже уже в процессе Первой мировой войны, производство вооружения осуществлялось частными силами. То есть вообще не было государства, то есть была организация производства, но сами производства были частные. Даже в наши дни оглянуться, ведь на самом деле привычная всем мобильная связь в России, это частный бизнес. У нас государство в 90-е годы считало, что мобильная связь не перспективна, и что все государственные активы должны быть сосредоточены, фиксированные связи, Ростелеком, все эти бесконечные облтелекомы, а частная мобильная связь, это так, ну какая-то мелочь, ну пусть там поковыряется частный бизнес. А они создали международные компании. Ну да, вернулись мы к традиционному водоразделу, к этой дискуссии, сырьевой госкапитализм или частный предприниматель. Вы все-таки спрямляете представление Путина, на самом деле, о том, как все это работает? Мне кажется, я не могу влезти ему в голову, конечно, мне кажется, он не думает, что только государственные компании могут обеспечить, он это понимает, он рефлекторно пытается это все контролировать, это вопрос доверия. Доверия нет. Лиз, почитайте его статьи предвыборные. Я читала его предвыборные статьи по экономике. Да, там прямым текстом написано, прямым текстом написано, только госкомпании могут стать локомотивом. Вот там это вот написано. И понимаете, ведь политик это такое существо, да, что там... Ну этот же... Лиз, политик такое существо, особенно в России, которая сидит там у власти 12 лет, уже он сказал все, что можно. Он в каждой конкретной аудитории говорит то, что аудитория хочет услышать. Его надо анализировать по делам, потому что он делает. И когда вы смотрите, что Путин де-факто делает, вы понимаете, что у него в голове есть две модели экономики. Первая это госкапитализм, вторая это кооператив «Озеро» и личные друзья. Вот две модели, которые ему понятны, и всеми своими решениями он эти две модели поддерживает. Они кровно связаны друг с другом. Я этого не сказал. Не знаю. Они могут быть связаны, это не очень им важно. Ну слушайте, но кооператив «Озеро» вряд ли существовал бы в условиях открытой конкурентной предпринимательской экономики. Госкапитализм является питательной средой, на которой произрастает кооператив «Озеро». Ну вот все-таки давайте возьмем первую десятку «Форбс», да, и посмотрим, в ней, так сказать, до сих пор нет ни одного друга Путина, ну Фридмана трудно назвать другом Путина, вы меня, конечно, извините. Эти люди, так сказать, заработали за 20 лет 60 миллиардов долларов. Ну, нормальный результат. Хорошо, их нет в первой десятке, а во второй? Во второй начинаются. Вот. Начинаются. Начинаются. Но еще далеки. Ну, подождите, но ведь друзья Путина, они начали проявляться как миллиардеры, не знаю, там, лет 6-7-8 назад. Ну, у них тоже было 12 лет. Подождите, извините. Подождите, подождите, они начали, они начали там кто-то, ну не совсем с нуля, но извините. И Лиза. Извините, в 99-м году, говорит Геннадий Тимченко, я уже был миллионером и все мог себе позволить. Вы знаете, а Фридман был миллионером еще в Советском Союзе. Ну и что из этого? Друзья, ну. Просто у него Форов там в 10 лет была. Он, поэтому у него 60, а у Тимченко, вы даже не знаете, сколько у Тимченко. И никто не знает. И у вас он стоит, не знаю, там, условно говоря, 6, или не знаю, сколько вы ему написали. А у него, может быть, те же самые 26. Не думаю. И не знаю. Как-то поспорить. Я, я, ну, хорошо, мы с вами отдельно обсудим. Да, давайте, 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 профессионального узкопрофессионального разговора, хотя и интересного всем о списке Форбса. Вернемся к нашим звонкам. И еще раз спросим, верите ли вы в возможность экономического роста в России до 2018 года? Александр Налини. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, во-первых, здесь, конечно, уже важные мысли сказали, что на самом деле оценить нужно не по обещаниям, программам, а по конкретным делам. Потому что программ за те 12 лет, что был Путин власти, было очень много. И Португалию мы догоняли, и ВВП удваивали, и вообще очень много было сочетательных обещаний, и при Медведеве эти обещания были. Но, в принципе, реально, в итоге все эти обещания, вот такое ощущение, что не во многом, как вот были в советские времена лозунги, там, коммунизм до 80-го года, там, и так далее. Здесь примерно носит примерно такой же характер, чтобы дать просто повестку дня, но на практике делается совершенно другое. И опять же, вот если брать, тут говорили, что там Путин реально хочет или не хочет, ведь все-таки, как ни крути, ведь Россия — это очень сложная страна, чтобы один человек мог свою волю досконально и прямо проводить. Ведь не Путин же сам сидел и говорил, что нам нужно суды развалить. Вот какой процент, допустим, у нас обладательных проговоров? Такой он маленький, давайте его снова понижать, и так далее. Потому что он просто допускает... Так стыдно же, стыдно, Медведев говорил. Стыдно оправдывать. Нет, он допускает определенные механизмы, которые уже живут в своей собственной жизни. Ну да, но тем не менее, да, человек дает сигнал наверху, я думаю, я говорю о роли Путина, так сказать, система очень четко ловит сигналы. Причем часто они явно даже... Да. Он может с ними бороться, он может негодовать, но вот просто, когда уже на систему это запустил, она уже живет в своей жизни. Он же сам во многом становится заложником этой системы. И что дальше? И с этим нужно смириться и оставить все как есть? Ну, я не знаю, это уже, что ему нужно. Но по крайней мере... Не, а вам что нужно? А что вам? Вам что нужно? Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он не смирился. Но проблема в том, что я боюсь, что он уже, собственно, ничего не может делать. Особенно при той поддержке, которая у него есть сейчас. Ведь, в принципе, говорят, что вышел керативный класс. А все люди, как раз которые занимаются бизнесом. Как он после этого будет людей, которые поращат заниматься бизнесом, чтобы они росли, чтобы больше требовали от него, чтобы больше против него негодовали, это же не его, получается, электорат. Это не его поддержка. Логично. Тем более, что он достаточно маленький в России, чтобы, так сказать, можно было просто на него не обращать внимание. Хорошо, Александр, последний вопрос скажу. Ну, что вы считаете, это тупик? Где та сила, которая выбросит нас из этой колеи, из этого замкнутого круга? Вот, если честно, я такой силы не вижу. Понятно. Спасибо за откровенность. Ну, так же не может продолжаться бесконечно. Или может? Нет, не может. Во всем время... Где те ограничители, Сергей? Вот где те ограничители и где те драйверы перемен, которые выкинут нас из этого круга? Сергей, вы знаете, на самом деле, опять я вернусь к тезису, который я уже пытался сказать. Россия не является уникальной страной с точки зрения мировой истории. И те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, с ними кто-то когда-то уже сталкивался. И с коррупцией сталкивались. Практически все страны мира. И большинство из них сумели это зло побороть. Ну, или, по крайней мере, сильно его ограничить. И с такими авторитарно-диктаторскими режимами, с хунтами в Латинской Америке тоже сталкивались. Ну, там, кстати, продолжается перманентный кризис, например, в Аргентине. В Аргентине продолжается. А Бразилия выскочила. Бразилия выскочила. То есть, есть разные примеры. И Чили выскочила. Есть разные примеры. Бразилия, конечно, феноменальная. Феноменальная. Да, и никто не ожидал. Взяла и выскочила. Да, у нас был очень интересный эфир с Васильевым, как раз приходил, писавший Форбс. И вот про Бразилию рассказывал. И на самом деле, вот в таких странах, где политическая система, в политической системе отсутствуют механизмы смены власти, они, к сожалению, перестраиваются в тот момент, когда меняется лидер. То есть, ожидать от лидера, просидевшего там 13 лет в кресле, что он начнет вдруг ни с того ни с сего на 15-м году власти жить по-новому, старая метла по-новому не метет. Ну да, сигналы должны приходить с другой части. 65, 10, 99, 6. Верите ли вы в рост России до 2018 года, обещанный Дмитрием Медведевым? Юрий. Здравствуйте. Добрый вечер. Я, может быть, не такой профессионал во всех этих риториках, но мое мнение таково, что рост России будет ровно потому, что мы сейчас находимся в большой же, потому что наша экономика очень слаба была, это буквально по многим там параметрам, начиная от прогнившей системы армии, заканчивая прогнившими системами поликлиник и здравоохранения. То есть настолько вся система была прогнивалась изнутри, что сейчас любое вливание, любая помощь, она будет видна. И будет казаться, что Россия как будто выходит из кризиса и лучше в России живется. На самом деле это просто иллюзия таким образом достижается. Понятно. Юрий, вы знаете, я вспоминаю шутку 20-летней давности. Приезжает миссия Международного валютного фонда в начале 90-х в Москву и выпускает пресс-релиз. Мы думали, что Россия упала на дно, но эти упорные русские продолжали копать дальше. Поэтому вот от того, что мы находимся где-то, еще не означает, что мы вдруг начнем менять свою траекторию движения и двигаться в обратную сторону. Более того, как ни парадоксально, мне кажется, что ситуация в России сейчас, в этом и ужас ситуация. Она лучше, чем когда-либо. Для людей. Безусловно. Для людей. Безусловно. Так хорошо. Плюс макроэкономическая стабильность относительно, высокие цены, огромные бюджетные расходы, огромные возможности. Высокий уровень жизни относительно России до этого. Как ни пересчитывайте. Нет, безусловно. Высокие технологии. То есть так хорошо с точки зрения потребления, как живет российское население сегодня, не жили никогда. Это чудо. Так все-таки, Сергей, где же хорошо, вы говорите об объективной логике истории, которую, так сказать, Бразилия поменяли. Где мы наткнемся на вот эту вот логику? Сергей, вот смотрите, в Советском Союзе темпы роста начали снижаться, резко снижаться в 80-е годы. И Советскому Союзу понадобилось 10 лет, чтобы дойти до полного экономического развала и до развала государства. У нас экономические темпы роста начали снижаться вот на наших глазах в этом, в 12-м году. Вы хотите, чтобы я вам сказал, что там, не знаю, 13 октября 2017 года, да, там, вот что-то произойдет. Ну, я не знаю, что произойдет, там, 25 октября 2017 года. Ну, то есть у нас слишком только наметились вот эти вот тенденции, которые в СССР развивались в течение 5-ти. Да, у нас очень негативные тенденции и особенность экономических проблем в том, что они, экономических трендов в том, что их очень трудно развернуть, особенно в такой большой стране, как Россия. 65, 10, 99, 6. Давайте примем еще один звонок. Терпеливый нас, дожидающийся. Алексей, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, радио, выключите, пожалуйста, у себя. Ну, вот сейчас лучше слышим, да. Алло. Алло, алло, алло. Да. Фанит. Фанит. Нет, фанит, фанит, к сожалению. Ну, извините, да, плохо-плохо слышно. Юрий у нас на линии. Алло. Алло. Тоже, 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 тоже плохо слышно. Ну да. Ну вот возвращаясь все-таки к этому вопросу, уже тогда больше не будем брать звонки к Сергею Алексееву. Понятно, что вы не можете предсказать в тот момент и, собственно, те вещи. Ну, хотя вот вещи, может быть, я хотел бы спросить. На ваш взгляд, все-таки, ну вот глядя на развал Советского Союза, здесь падение сцены сыроевые ресурсы сыграло большую роль. Вот в следующем пятилетнем цикле, если мы говорим об этом пятилетнем цикле, какие вы видите наиболее значимые драйверы возможных перемен, которые поставят ограничители вот этой вот паразитической модели? Наиболее значимые драйверы, я считаю, что это все-таки вернусь к этому тезису, что это снижение темпов экономического роста и исчерпание того потока, да, вот как ты сказал, на раздатке, которые сидят. Ведь на самом деле, вот одним из примеров, одной из ситуаций, в которых такие авторитарные режимы рушатся, это когда начинается грызня внутри. Безусловно, это главная угроза. Это есть главная угроза. Я бы даже на первое место ее поставила. Для России это, безусловно, главная угроза для них. Раскол элиты. Раскол внутри правящей группировки, которая удерживает власть. Из-за того, что им меньше делить достается, да. То есть вот денежные потоки исчерпываются, да. Нет экономического роста, нет притока нефтедолларов, нет внешних займов. Делить нечего. А хочется. А ведь у них же у всех аппетиты, там, желудки разъедены, расширены. Им хочется делить, 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 делить. И лидер не может им ничего предложить. Я думаю, что, кстати, одно из... Я, по-моему, когда-то говорил, да, что одной из причин отставки Сердюкова стало его нежелание делиться теми денежными потоками, которые он получил в свое распоряжение. Он сказал, типа, я буду один принимать решение, что делать с этими двадцатью триллионами. Более того, и вам не буду отдавать, а отдам половину за границу. Ну, и тем более это, и тем более это. Да, и, собственно говоря, вот этот раскол вот чем заканчивается. Ну что ж, мы прошлись по основным параметрам нынешней стабильности и по тем угрозам, которые ей, собственно, угрожают на горизонте. Прежде всего, это раскол элит, раскол внутри самой элиты. Мы благодарим за этот анализ Сергея Алексашенко, директора по макроэкономическому исследованию Высшей школы экономики. Это была Лиза Осетинская, главный редактор Forbes. Я Сергей Медведев, ваш археолог. Доброй ночи и удачи.